20 общественных пространств Самары принимают участие в голосовании за благоустройство по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам голосования определяются территории, которые будут обновлены в следующем году. Какими будут эти пространства, решат сами жители. Рассказать об этом подрастающему поколению в 16-ю Самарскую школу пришел куратор одной из локаций Октябрьского района, которая уже участвует в голосовании. Ученица 10-го А-класса Злата Чернова признается, влиять на облик родного города в один лишь клик – хорошая возможность для того, чтобы внести свой вклад в развитие Самары. Тем более проголосовать на портале несложно. Я рада, что в нашем городе происходят такие проекты, так сказать, что сейчас мы можем поменять что-то совместными силами. В квадрате улиц Осипенко, Новосадовой и Челюскинцев находятся две школы, два дошкольных учреждения и детская районная поликлиника. Эта детская площадка никогда не пустует. Сюда приходят дети и взрослые из соседних домов и районов, говорит Елена Колганова. И когда мы из детского сада идем, причем все дети, они все встречаются, у них какая-то уже традиция, все встречаются на этой детской площадке. Несмотря на то, что они там целый день вместе провели, 5-6 человек, они обязательно вот здесь все тусуются. Она у них почему-то любимая, несмотря на то, что такая уже старенькая. Площадка требует обновления, отмечают местные жители. Детям нужны новые безопасные и современные турники, качели, горки. Необходимо оборудовать территорию лавочками, добавить освещение, создав тем самым благоприятное для детей и взрослых пространство для отдыха. Здесь планируется также посадка деревьев, обустройство газонов и, ну, в первую очередь, это, конечно же, обустройство детской площадки, обновление всех конструкций игровых и также укладка резинового покрытия для детей. Детская площадка на бульваре Челюскинцев в этом году участвует в голосовании за благоустройство. Жители близлежащих домов и школьники, которым успело исполниться 14 лет, уже проголосовали за эту территорию и просят поддержать их инициативу. Голосование продлится до 31 мая на платформе 63.городсреда.ру. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.